Всех приветствую на канале Лиз по Лиз, меня зовут Лиза, и сегодня очень интересное видео. Опять, интересное видео, а почему бы и да? Сегодня будут ЛАЖ-спойлеры, и я не знаю, напишите, вы любите такие видео или нет, потому что мне очень-очень нравится об этом думать, говорить, вот это вот всё искать, смотреть, вот это вот. То есть, понимаете, да, спойлеры в ЛАЖ для меня это не страшно, это наоборот круто. В остальном спойлеры, как бы, никто не любит, это понятно. Сегодня будут спойлеры продуктов из коллекции на День Матери. Я подготовила здесь себе информацию, записала, и хочу об этом с вами поговорить и показать. По возможности я постараюсь максимально вставить фотографии, чтобы это было, как бы, наглядно, потому что в чём смысл просто болтать, хочется посмотреть. Она ещё не вышла нигде на данный момент, вот я снимаю этот видос 22 января, и сейчас её нигде нет. Видео со спойлерами на День влюблённых уже есть, я его уже выпустила, но дело в том, что эта коллекция уже вышла в других странах. До России просто она ещё не дошла, и она, я думаю, будет 26 января. Сейчас 22 января, я думаю, что 26, хотя мне говорят, что в начале февраля будет. Скриньте, 26 января, ждём. А вот коллекция на День Матери, я думаю, что будет к концу февраля. Обычно, когда они приходят, они приходят почти вместе. Возможно, эта коллекция на День Матери и на День Влюблённых придёт одновременно в Россию, но вообще выпускается она не одновременно. Но если не вместе, то в конце февраля, я думаю, что её выпустят, потому что День Матери, по-моему, в Англии, сейчас скажу, в марте. 27 марта День Матери, поэтому в конце февраля, я думаю, или в начале марта выйдет на День Матери коллекция. И давайте же посмотрим, что же выйдет на День Матери. Это прям такие настоящие спойлеры, я бы сказала, потому что, как я уже сказала, эта коллекция ещё не вышла ни в одной стране. Когда я делала видео спойлеры на День Влюблённых, коллекция вышла в Испании и ещё в некоторых странах. Но когда я его выпустила, она уже появилась и на сайте LushBritania, и USA, ну, короче, везде. Так что я очень рада снимать для вас такой видос. Я максимально постараюсь быстро его смонтировать и выложить, потому что... Ну, в этом смысл. Что я хочу сказать про коллекцию на День Матери? Ну, во-первых, она, опять же, классная, и мне очень нравится, на самом деле, коллекция на День Матери, потому что она вся пахнет прекрасно, она вся цветочная, и это так мило. Вся эта коллекция так вот как бы сделана, в ней концепция как раз чисто на праздник, чисто для мамы, как будто бы вы поймёте по составу продуктов, почему это действительно коллекция на День Матери. И если бы мы с мамой жили рядом, я бы ей подарила бы эту коллекцию, потому что она живёт в Украине, и я не смогу ей как бы это отправить. В Украине, конечно, тоже есть Lush, но она не пользуется Lush, то есть она не выкупает приколы. Она знает, что я его люблю, и всё, ей достаточно. Она вся пахнет цветами, вся коллекция, потому что она весенняя считается. День влюблённых, День Матери, пасхальная коллекция — это всё весенние коллекции, потому что они все такие очень нежные, цветные, такие вот расцветает всё. Я обожаю цветы, я обожаю цветочные запахи, поэтому эта коллекция для меня одна из самых классных. Ну, как бы на первом месте у меня Хэллоуинская, тут, я думаю, вопросов нет. И что я заметила, в этой коллекции нету пен, если, конечно, внезапно в самом конце никто не передумает и не выпустит пены, но пока что пены мы не наблюдаем. В основном это только бомбы и другие средства, о которых мы сейчас поговорим. Давайте начинать. Теперь, ребята, небольшой дисклеймер. На протяжении всего видео я буду считать, что в коллекции только бомбы и пены нету, хотя эти жирафики — это пена для ванны. Это единственная пена для ванны в коллекции. Я просто не прочитала, просто не посмотрела. И просто себе решила, что это бомба. Ну, просто так вот. Поэтому не удивляйтесь. Ещё я там сказала, что сейчас эта коллекция ни в какой стране не вышла, но она вышла в Норвегии, как минимум. Больше не знаю, где вышла, знаю, что в Норвегии. Оттуда я и брала фоточки. Вот вам такой маленький секретик. Лиза из прошлого об этом знать не будет, но вы будете знать наперёд. Первая бомба — это вот такая бомба в виде чайника, совмящённого со слоном. Не знаю, на самом деле, что они подразумевали. Называется «Элфандинзетирум». Слон в чайной комнате. Наверное, так это переводится. В составе там бегомот, лимонный мирт, соевая мука, измельчённый чай, порошок измельчённого чая, как я поняла, и чай сенча. Запах у него ни на что не похожий, из каких-то других продуктов влаж. Хотя мне кажется, что он будет пахнуть как лавлокет, потому что он будет пахнуть чаем и бисквитом. И лавлокет, вот эта бомбочка из любовной коллекции прошлого года, очень пахнет бисквитом, печеньем. И ещё пахнет, конечно, панкин-панкин, но он немножко ещё такой с корицей, что ли. Ну вот там более пряный, хотя они очень похожи. У них такие тёплые съедобные запахи. У меня ещё есть свеча. Вот такая свеча, она должна пахнуть чаем и бисквитом. И она для меня пахнет белым шоколадом. Не знаю, если будет похожий запах, то это не совсем чай и бисквит. Но если будет реально чаем и бисквитом, особенно бисквитом, это будет офигенно. Представьте, как вы едите бисквитный торт и запиваете чаем с бергамотом Earl Grey. Мне кажется, это прекрасно. Причём на улице, на веранде, во дворе, где-то в деревне, весной, тёплой весной. О, господи, я хочу, чтобы поскорее наступила весна. Вот такой он голубой, красивый чайник. Я бы взяла, я бы купила. Сколько он будет стоить, я вам пока что не могу сказать, но я думаю, что где-то рублей 500. Ну, то есть, это будет не очень дорогая бомбочка, по сравнению с другими бомбочками. Я думаю, что она будет рублей там 500, да, вот столько. 470, может, ну или 550. Вот что-то между этим. Дальше у нас бомбочка. Жасмин. Ребята, это была пена в прошлом году. Эта пена была, понимаете? Жасмин. Вот у меня даже маленький кусочек остался. Я, кстати, заметила, что белые пены потом становятся серыми. То есть, этот белый пигмент, он быстро становится серым, некрасивым, грязным и мерзким. Это меня расстраивает. Ну, так вот, этот жасмин, бомба жасмин, она будет точно такая же, как и пена жасмин, и по запаху она будет тоже точно такая же. Говорят, что она будет пахнуть, как вот эта пена. Я не помню, как она переводится, но в английском это Christmas Eve. Наверное, так это произносится. Что-то рождественская ночь. Ну, вообще, это переводится как сочельник, но бомба в России... Ой, это пена в России называлась что-то рождественская ночь. Ночь перед Рождеством, по-моему. И она у меня была очень давно, еще когда я только работала в ЛАЖ. Она прекрасная. Она для меня пахла. Ну, короче, мне очень нравилась. А чем? Я не помню. Ну, говорят, что они будут похожи. Но там в составе тоже есть что-то, жасмин, ланг-ланг, и еще там что-то есть. Но в этой бомбе будет жасмин, ланг-ланг, как в пене с прошлого года. И я думаю, что вот этими цветами и будет пахнуть. А еще в составе есть рисовый крахмал. Зачем? Не знаю. Ну, вот так вот. Но я бы купила, я бы взяла, потому что запах. Жасмин обожаю. Дальше бомбочка новая. Besties. Лучшие друзья. Это вот такая бомба с жирафиками. Жирафиками. Желтенькими. Как я поняла, это же жирафики, да? Ну, вот. Очень красивая. Очень красивый желтый цвет. И пахнуть она будет как спрей, как вообще аромат Celebrate. Я просто помню, что был вот недавно спрей. Ну, или не недавно. Ну, в общем, был спрей Celebrate. И в составе там будет масло бразильского апельсина, масло лайма. И Celebrate, как я поняла, я не помню. Просто я его не нюхала. Но он пахнет как золотое чудо. Вот эта бомбочка. То есть такой цитрусовый, горьковатый запах. Такой бодрящий, как вот лимонная цедра, бергамот и лайм. Но в Celebrate еще есть нотки алкоголя. Это там что-то типа... Что-то винное там есть. Точнее, не винное, а нотка шампанского. Вот. И поэтому он напоминает немножечко что-то алкогольное вдалеке. Я думаю, что Besties будет пахнуть точно так же. Такой цитрусовый, немножечко шампанский, игривый аромат. У меня садится батарея. Сейчас подзаряжу и продолжим. Так, я вернулась и поставила пирожки в духовку печься с лишней. Вот такая вот я, да, хозяюшка прям. Хотя камера не зарядилась нормально. Ну, немножко зарядилась. О чем мы там говорили? Да, что Besties пахнет у нас Celebrate. Шампанским, цедрой лимона, апельсином и лаймом. Дальше. Какая у нас тут бомбочка? А, и будут еще две бомбочки с прошлого года. Это бомба Atom Heart Mother и бомба Rose Gold. Я Rose Gold растворила, но у меня осталась Atom Heart Mother. Я не знаю, буду ли я их брать, посмотрим по моему настроению. Но Atom, он пахнет как серия Однажды. Лосьон был такой, если помните. Он пахнет яблоками. Это очень приятно. Свежестью и зеленым сочным яблоком. В составе у него масло бергамота, апельсина и розовый Абсолют. Но я думаю, что много говорить о нем не стоит, потому что в прошлом году, возможно, кто-то уже купил и попробовал. Она голубая и внутри фиолетовая. И Rose Gold, она такая розовая и покрыта позолотой. Она пахнет Джасмином и Иланки Лангом. И в составе у нее Абсолют Джасмина, Ланг Ланга и рисовый крахмал. Продолжим. То есть у нас получается пять бомбочек будет. Три из них новые, две из них уже, которые были. Дальше у нас гель Мимоза. Новый гель. Я обожаю гели, вы знаете. И этот гель, я думаю, что мне понравится. По крайней мере, я надеюсь на это. У него будет запах Мимозы, как ни странно. И немножко нотки спрея Celebrate. То есть немного цитрусов и шампанского. Посмотрим, насколько немного. В составе настой бузины, апельсиновый сок, Абсолют Мимоза, Абсолют Гвейстики. И самое интересное, это масло винного остатка. Ну, что-то винное, что я не знаю и не понимаю. Но прикол в том, что онлайн можно будет купить версию без алкоголя. Или же ее не только можно будет купить онлайн. Но, в общем, будет обычная версия и безалкогольная версия. Типа, че? Я пока что до конца не понимаю. Но мне кажется, что как раз вот это вот масло винного остатка, это вот что-то такое алкогольное, что можно будет убрать. Ну, то есть можно будет взять без него гель. Надеюсь, что в России тоже так будет. И он такой оранжевый, красивый, плотный цвет. И мне уже не терпится его понюхать. Я надеюсь, он будет приятный. Не такой, как этот прекрасный принц. Потому что описание прекрасного принца было прекрасное. Но на деле это было не очень для меня. И для меня этот гель пах как пиво Иппа. Назвратительно. Дальше у нас мыло бази Мам. Я так понимаю, это переводится как шумная мама в виде пчелки. Очень милая. Выглядит, конечно, как масло массажное. Но это мыло. Там в составе настой и масло семян рыжего посевного. Такой цветок болевой. Абсолют мимозы. Персиковый порошок. Масло дикого сладкого апельсина. Пахнуть он будет мимозой и гвоздикой. И апельсином. Ну, не знаю. Мне кажется, что должно быть приятно. Но есть шанс, что мне не понравится. Потому что я не любитель гвоздики. Особенно в сочетании с апельсином. Апельсин, да. Мимоза, да. Гвоздика нет. Не знаю. Как думаете, как он будет пахнуть? Я мыло обычно никогда не покупаю. Но если мне понравится запах, я, конечно же, его куплю. Дальше. Вандермом. Вандермом. Патчи для глаз. Надеюсь, они до нас дойдут. Потому что это такая вот вещь, которая не так давно стала чаще и чаще появляться в лаж. Сейчас у нас только в наличии огуречной патчи. Но я думаю, что Вандермом дойдет. В составе семена фенхеля, настой шафрана, алоэ и свежий морковный сок. Эффект, который эти патчи будут давать, как раз подходит для мам. Я думаю, это прикольно, потому что, ну не знаю, ты даришь, например, маме какой-то продукт, но он не только прикольный и красивый, он еще и как бы полезный. Здесь фенхель будет тонизировать, венотонизировать. И имеет противовоспалительный эффект, смягчающий, подтягивающий и разглаживающий. Я думаю, такой антиэйдж эффект. Шафран почти то же самое. Его часто используют в косметике для кожи вокруг глаз. Он будет делать кожу более нежной, более бархатистой. Будет тоже тонизировать, подтягивать, разглаживать морщины, разгонять кожу. Ну, точнее, разгонять кровь. Еще имеет отбеливающий, противовоспалительный и даже увлажняющий эффектик. Вот такие дела. То есть, очень даже полезно. Ну, алоэ, я думаю, вы и так это знаете. И свежий морковный сок, насколько я знаю, морковный сок просто дает красивый цвет лица. И я думаю, что для этого он туда добавлен. Ну, и для аромата, наверное. Чем пахнуть будет, не знаю. Я думаю, что это не столь важно, потому что, например, огуречные патчи почти не пахнут. В общем, поняли, да? В Вандермам такие антиэйдж патчи для глаз. Но я тоже их хочу попробовать. Какая разница? Эйдж, не эйдж, анти, не анти. Так, посмотрим, что у нас еще есть. У нас выйдет крем для рук Лавли. В составе у него алоэ, миндальное масло, кокосовое масло и масло Макадамии. А еще Абсолют Бессмертника. Пахнуть этот крем будет очень ненавязчиво. Если вы знаете, у меня даже есть, будет пахнуть как очищающее средство с 9 до 5. Его уже сняли, но оно очень-очень ненавязчиво пахнет. То есть прям каким-то миндальным молочком. Ну, короче, там миндаль в составе, и у него очень-очень ненавязчивый запах. И опять же, этот крем для рук будет восстанавливать кожу рук, разглаживать ее, делать более бархатистой. Потому что Бессмертник восстанавливает кожу, разглаживает ее, защищает от солнца, имеет омолаживающий эффект. Подходит для чувствительной кожи. Миндаль тоже, он успокаивает кожу, питает ее, восстанавливает эластичность. Макадамия дает упругость, эластичность и ухаживает за сухой кожей. Отлично. Мне кажется, для мам идеально. Для меня тоже идеально. Для всех идеально. Мне кажется, это такой вообще супер-универсальный крем для рук будет. Посмотрим, как он будет работать. Тоже хотела бы взять, потому что это эксклюзив, точнее лимитка. Но не знаю, может быть, я не возьму. Посмотрим. И последнее средство, о котором мы поговорим, это средство для души Yami Kustard. Переводится как вкусный заварной крем. Выглядит как заварной крем. На самом деле, обычный кремушек для душа. Пахнуть он будет как гель для душа и пена для ванны Nano. Если вы знаете, я не пользовалась ни гелем, ни пеной. Но запах у него такой сливочный, как реально у заварного крема. Ванильный и слегка банановый. Банана там меньше всего слышно. Но в составе этого средства для душа банана не будет. Хотя пахнет так же. Ну, в общем, в основном ванилью он будет пахнуть. В составе соевое ванильное молоко, алоэ, порошок с трючком ванили, экстракт гордении. Как бы вы понимаете, да, почему будет ванилию пахнуть. Экстракт гордении имеет противовоспалительные регенерирующие свойства. Хотя в большинство средств ее добавляют для цвета. Она дает такой желтовато-оранжевый и приятный цвет. Я думаю, что самое такое ухаживающее это все-таки крем для рук. Потом средства для душа. Или нет, или патчи. Патчи, средства для душа. Потом мыло и гель. Ну и потом бомбочки, конечно же. Давайте предположим, сколько будет стоить бомба Жасмин. Я думаю, что недорого. Тоже около 500 рублей. Так как она белая и состав там не слишком большой. Патчи для глаз будут стоить где-то 250-350. Я думаю, что около 300. Бомба Бестис будет стоить примерно... Ну, я думаю, немножечко подороже, чем Жасмин. Я думаю, где-то 600 рублей. Может и 550. Две остальные бомбочки, я думаю, будут стоить точно так же, как и в прошлом году. Может, чуть дороже. Но дешевле вряд ли. Дорого с Голд и Атом. Я думаю, они стоят будут где-то по 600 рублей. Гель, я думаю, что будет стоить, как и обычно, гели. Маленький объем будет 700 рублей. Ну и так далее по возрастающей. То есть там особых отличий не будет, потому что, ну, обычный состав. А вот безалкогольная версия, не знаю даже, будет ли отличаться по цене. Я думаю, что нет, что не будет отличаться по цене, если она будет у нас в России. Мыло. Мыло будет стоить, наверное, 470-520 рублей. Я не думаю, что оно будет слишком дорогое. Если будет дорогое, типа, чё? Это будет странно. Крем для рук. Крем для рук, это, конечно же, будет подороже. Это уже рублей 800 будет где-то. Средство для душа. Тоже думаю, что где-то 800-900 рублей. Даже, да, да. Я думаю, что 800-900 рублей. Хотя нет, крем для рук будет дороже, потому что там масла всякие такие. Я думаю, что он будет, ну, там, 950 рублей. А вот средство для душа где-то 800. А вот, посмотрим, угадала ли я или нет. Что из этого я бы хотела точно купить? Бомбочку-чайник, бомбочку-бестис, патчи, гель. И бомбочку-жасмин. А остальное как придётся. Возможно, мыло. Если я к тому времени начну пользоваться мылом. Потому что у меня лежит два мыла, как минимум. По-моему, два мыла от Lush, которыми я не пользовалась. Они уже лежат миллион тысяч лет. Но ещё бы хотела средство для душа. Крем для рук тоже как придётся. А что хотели бы вы? Напишите в комментариях, что бы вы купили. Что вы планируете из этого, что я рассказала, купить. Я думаю, что это хоть немного было интересно и полезно. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на мои соцсети. Они будут в описании, ссылки. И на мой канал тоже подписывайтесь. Очень жду вас всех на моих видосиках. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok